Добрый вечер, вы перевесите Карачаево-Черкесия в студии Руслан Жукаев. Добрый вечер, вы перевесите Карачаево-Черкесия в студии Руслан Жукаев. Низкий поклон тому поколению, которое сумело выдержать ссылку, испытания голодом и холодом, при этом продолжало жить, созидать, сохранять свои культурные ценности, воспитывать в детях патриотизм и верность отчизне. В Карачаевске прошел траурный митинг, посвященный 80-й годовщине сотня депортации карачаевского народа. В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек, подробнее расскажет Мурат Жанкёзов. Карачаевский народ был первым репрессированным народом Северного Кавказа. В ссылке из 70 тысяч депортированных карачаевцев погибли более 43 тысяч, из которых 22 тысячи – дети. Почтить их память собрались люди всех национальностей, представители городов и районов, а также делегации из Кавардино-Балкарии и других регионов. Траурный митинг начался с чтения Корана и совершения обряда дуа. Выступившие отметили, что необходимо помнить о трагических событиях 80-летней давности, сохранить память об этом дне, чтобы последующие поколения знали о страшных событиях прошлого и чтили память безвременно ушедших. Самое важное – рядом с нами живут люди старшего поколения, пережившие депортацию, которые родились в Средней Азии, в Казахстане. И именно они знают и передают будущим поколениям историческую правду о трагических событиях в судьбе карачаевского народа, берущих начало 2 ноября 1943 года. В этот день мы чтим светлую память всех погибших в годы депортации. И отдавая дань уважения жертвам той трагедии, желаю всем народам Карачаево-Черкесии и всей России мира и благополучия, добра и процветания. У каждой карачаевской семьи своя история, но нет истории без воспоминаний о 14 годах депортации. Все эти годы непоколебимая вера в справедливость и любовь к своему Отечеству никогда не покидали наших земляков на чужбине. Это и помогло им выстоять. Какие-то дни народ и сверху донизу вдруг пронзает одна мысль, что на свете есть самые главные, самые базовые, самые основные ценности. Это земля, на которой ты живешь, твои предки и твое будущее, и твоих детей. Вот в этот день мы все об этом думаем, вспоминаем и думаем о том, чтобы в будущем никаких страшных катастроф с нашим народом больше не происходило. Завершился митинг возложением цветов к мемориалу памяти жертв депортации карачаевского народа. Мурат Жанкёзов, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. После в Черкесске представители органов власти, духовенства, общественных организаций республики вспоминали события 80-летней давности. Подробнее у Али Баташева. Осеннее утро, мы спим все, и вдруг такой жесткий стук в двери. Все проснулись, и дети старшие. А что делать? И тут же заходят в военной форме люди, говорят, все, одевайтесь, вы будете выселены отсюда. События 2 ноября 1943 года житель Черкеска Манав Баташаев запомнит на всю жизнь. В свои 6,5 лет он на своем опыте узнал, что такое депортация, когда в вагоне для скота принудительно и без объяснений отправляют на чужбину, а главными спутниками на протяжении всего пути являются страх неизвестности, холод и голод. Депортация отняла у Манава двух родных братьев и любимую бабушку. Мы все голодные, траву ели, вот люцерна, которая только начнет, она же свеженькая, родственник, мы ее ели, с удовольствием ели. Ели акацию, если она найдется, ели. Воспоминания о том, когда вокруг тебя умирают от голода и холода родственники, друзья и земляки, вызывают слезы у Манава Баташаева и многих карачаевцев, потерявших на чужбине своих близких из-за принудительного выселения. Со 2 по 22 ноября 1943 года с территории республики было выселено 68 614 человек, многие из которых остались навсегда в степях Средней Азии, Казахстана и Киргизии. Причины депортации – противодействие советской власти, бандитизм и пособничество немецким оккупационным властям. И это происходило в то время, когда 9 тысяч сынов Карачая отдали свои жизни в битве с фашистами. По погибшим на чужбине и полях сражений был совершен обряд Дуа. По поручению главы Карачаева Черкесской республики Рашида Бориспиевича Тимрезова, хочу поприветствовать всех собравшихся в этом зале и поблагодарить за активную гражданскую позицию, за то, что в сердцах своих храните память о тех далеких трагических событиях. 2 ноября 1943 года были депортированы в Карачаевцы, ставшие первым народом Советского Союза, подвергшимся насильственной депортации. Старики и женщины, безвинные дети были лишены права мирно созидать и воспитывать поколения на земле своих предков. Свою поддержку карачаевскому народу, преодолевшему тяготы депортации и сохранившему свой язык, традиции и культуру, высказали представители общественных организаций республики, органов государственной и исполнительной власти. Участникам мероприятия был показан документальный фильм студии ГТРК Карачаева Черкесия «Черный ноябрь 1943 года», а в фойе прошли выставки с уникальными фотографиями времен депортации и национального карачаевского костюма. Али Баташев, Олег Молхожев, Вести Карачаева Черкесия. Карачаева Черкесии почтили память видного государственного политического и общественного деятеля Назира Хапсирокова, который ушел из жизни 2 ноября 2011 года. Он внес большой вклад в развитие и процветание родной Карачаева Черкесии и в целом нашей страны. Назир Хизирович обладал прекрасным чувством юмора и удивительной способностью объединять вокруг себя людей разных национальностей и вероисповеданий, что позволило ему добиться большого успеха в профессиональной и общественной деятельности. Ежегодно к памятнику Назира Хапсирокова в Черкесии возлагают цветы. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево Черкесии ночью местами небольшой дождь, а в горах с мокрым снегом днем преимущественно без осадков, а ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-10 в горах до плюс 5, а днем 17-22 градусов тепла и в горах местами до плюс 15. В Черкесии ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков, а ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 8-10, а днем 20-22 градусов тепла. В первой декаде ноября во всех регионах России проходит международный этнографический диктант. Сегодня в Черкесии акция была организована в Республиканской библиотеке имени Халимат Байрамуковой среди участников представители ряда ведомств, общественных организаций, а также средств массовой информации. В рамках этнографического диктанта им предстояло за 45 минут ответить на 30 вопросов текста, теста. Часть заданий подготовили в региональном министерстве по делам национальностей, массовым коммуникациям и печати. Предполагается, что этнографическое тестирование должно заинтересовать людей, чтобы они сами хотели узнавать как можно больше о своих корнях, традициях, предков, о тех, кто живет рядом с ними. В школах, конечно, дают базовые знания, но именно этнографический диктант показывает, насколько хорошо, ты знаешь историю, может, после этого диктанта кто-то захочет свои пробелы восполнить. Со своей стороны Министерство по делам национальности готовит региональные 10 вопросов, а, как вы знаете, их всего 30. И я считаю, что это мероприятие очень важно не только для того, чтобы пройти этот диктант, но и увеличить свои знания в сфере этнографии. Это знания и культуры, языков и традиций народов не только Карачаева, Черкесии, но и всей Российской Федерации. За 9 месяцев текущего года на территории Карачаева-Черкесии зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, квадроциклов или мотоциклов. Есть один погибший. В настоящее время автоинспекторы проводят рейдовые мероприятия на территории всей республики, особенно в Зеленчукском и Карачаевском районах, где в крортных зонах туристам оказывают соответствующие услуги. За одной из проверок наблюдал наш корреспондент Артур МХЦ. Дорога от Архиза до Романтика – одно из наиболее притягательных мест для любителей прогулок на квадроциклах или мотоциклах. Приезжающие в Карачаево-Черкесию люди желают получить весь заявленный спектр услуг. При этом далеко не всегда задумываясь о том, имеют ли они право, к примеру, управлять подобным транспортным средством. Что уж говорить о тех, кто оказывает услуги. Экономия на регистрации квадроциклов или предоставлении средств защиты владельцы в какой-то мере подставляют своих клиентов. С чем связан интерес правоохранительных органов к тем, кто передвигается на квадроциклах? Сегодняшние профилактические мероприятия госавтоинспекции направлены на пресечение административных правонарушений, связанных с управлением квадроциклами, без категории допуска, категории D, а также без мотошлема, средствами диванной защиты. Есть те, кто предоставляет услуги, а есть те, кто просто передвигается. Вот кто несет ответственность, если не соблюдаются правила? Ну, как участник дорожного движения, перед началом управления транспортным средством, каждый должен убедиться в наличии всех своих документов. В связи с чем нарушителем будет являться лицо, управляющее мотоциклом, квадроциклом. Собственники квадроциклов, при доставлении услуг необходимо убедиться в наличии водительского доставления. Кроме того, он обязан предоставить как и водителю, так и пассажиру средства индивидуальной защиты. Эти туристы приехали из Волгограда. Закотав мешке, то есть за транспортное средство без номеров, они заплатили 8 тысяч рублей. Гости республики только что сели на квадроцикл, но вместо трех-четырех часов прогулок с ветерком по горной местности имели все шансы вернуться ни с чем в гостиницу. Без средства передвижения, зато со средством индивидуальной защиты. Слева необходимы. Но проверяли, допустим, обслуживающие организации, спрашивали, есть ли у вас... Права? Наличие возможности управлять транспортным средством? Да, спрашивали. А то, что у транспортного средства нет номеров, ну понятно, что это не туристов вина? Ну да, мы же не можем контролировать эти вопросы. Наличие номеров. Другим гостям Карачаево-Черкесии повезло больше. Предоставившая им транспорт организация предусмотрительно позаботилась обо всем. Поэтому отдых не был испорчен длительными разбирательствами со стражами порядка. Впрочем, необходимость проверок автоинспекторами тоже взялась не из воздуха. Статистика вещь упрямая. За 9 месяцев на территории Карачаево-Черкесской республики зарегистрировано 40 дорожных транспортных происшествий с участием квадроциклов и мотоциклов. Один человек в результате которого погиб. В связи с чем рейдовые мероприятия проводятся на всей территории республики, особенно в Зеленчурском районе и Карачаевском районе, где больше всего находится данных категорий транспорта. В настоящее время при проверке документов у всех мы видим наличие водительских удостоверений, также мы видим средства индивидуальной защиты. Благодаря как раз таким рейдовым мероприятиям собственники квадроциклов стали активнее регистрировать свои средства передвижения, позаботились о приобретении предметов защиты, которые не исключено кому-то сохранят здоровье или спасут жизнь. К слову, помимо квадроциклов проверялись и внедорожники. Некоторые из проезжавших машин были переполнены пассажирами. Кроме того, в саму конструкцию транспортных средств внесены существенные изменения. Все это также послужило основанием для более длительного диалога с представителями полиции. И даже если кому-то подобное общение не в радость, профилактические беседы, как показывает практика, порой приносят положительный результат. Каждый из участников дорожного движения должен понимать, что на трассе он несет ответственность не только за себя, но и за окружающих, своих пассажиров, водителей других транспортных средств, а также за пешеходов. Лишь полное следование правилам дорожного движения может сделать поездку безопасной и комфортной. Артур Мухцарий Бастанов, Вести, Корчаево-Черкесия, Зеленчукский район. На ВДНХ начался монтаж выставочного стенда Карачаева-Черкесии. Напомним, международная выставка «Форум России» откроется 4 ноября на территории ВДНХ. Концепция выставочного стенда собрала важнейшие достижения Карачаева-Черкесии. В центре экспозиции уже установлен макет специальной астрофизической обсерватории с интерактивной имитацией звездного неба, которая является одной из самых крупнейших на территории России центров наземных наблюдений за Вселенной. Внутри макета проводят монтаж игровой зоны для детей, где с помощью специальных очков можно погрузиться в удивительный космический мир. Слева на стенде смонтирован 3D-макет горы Эльбрус, самой высокой вершины России и Европы. Также установлен экспонат настоящего символа гор краснокнижного зубра. У макета горы специалисты установили симулятор лыжной трассы, который поможет гостям стенда погрузиться в атмосферу горнолыжного курорта и оценить свои способности владения горными лыжами. Также на площадке экспозиции будет расположен центральный экран, позволяющий оценить сказочную природу республики и основные ее достижения в области туризма, промышленности, сельского хозяйства и гидроэнергетики. Все 89 субъектов России расскажут об уникальности в достижениях, а также продемонстрируют выступления творческих коллективов и свои гастрономические особенности. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите шоу «Ну-ка все вместе». Хороших выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин